Не тратьте время на поиск, тратьте время на просмотр, смотрите на вашем СПАРТ-ТВ, Кинопоиск, все здесь. Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Каждый заброшенный дом хранит свою тайну. Сегодня мы посетим сразу два многоквартирных дома. В первом доме три года назад неожиданно прогремел взрыв. Были раненые и даже погибшие. Второй же дом с виду я бы назвал старинным. Внутри он оказался пуст, но вот когда я зашел в подвал, меня бросило в дрожь от увиденного. Приятного просмотра. Не лезь. Что за подвал? Ямы какие-то. Это похоже на кости человеческие. А это какой-то череп. Это просто жесть. Пока никто не видел, я осторожно отогнул лист фанеры и пробрался прямо в подъезд. Туалет. Туалет. Первая квартира. Туалет. Туалет. И душевая кабина. Вообще, этот дом заброшен всего лишь три года. Но несмотря на это, здесь беспорядок. три года назад в этом доме случился взрыв. А после него сильнейший пожар. Были раненые, пострадавшие. А один человек к сожалению даже скончался. По неофициальной версии взорвался газовый котел. Однако, официальное следствие еще ведется. И причину взрыва так и не выяснили. Ну а уцелевшие квартиры практически со всеми вещами так и стоят уже на протяжении трех лет. Припасы пахнет чем-то сильно маринованным. Вообще, я рассчитывал увидеть нетронутые квартиры. Но здесь везде беспорядок. После трагедии практически по всем новостным порталам написали об этом случае. Видимо, после этого здесь побывало много разных воришек. Да и просто маргинальных личностей. Вот похоже, кто-то приготовил на вынос руль. Там еще люстра стояла. Следующая квартира. Под номером один. Новогодние игрушки валяются. А лежат они здесь не просто так. Взрыв случился в ночь с 30 на 31 января. Не знаю, смогу ли подняться. Выломанная дверь. Но это, возможно, еще и пожарные выламывали. Что бы убедиться, что в доме никого не осталось. Ё-моё. Крыши просто нету. Все. Я на втором этаже. Есть еще и третий. Коляска детская. Ванная. Кухня. И гостиная. Весьма уютная квартира была. Книжки на латышском в основном. Но есть и на русском. Чья-то спальня. Жуть, конечно. Вот так вот все было спокойно. Люди готовились праздновать Новый Год. И прогремел взрыв. Здесь просто выход на улицу. Взрыв был настолько сильным, что он просто снес почти полдома. В ночь с 30 на 31 декабря 2020 года в доме на улице Мелонс села в Риге прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще шесть пострадали, а здание частично обрушилось. Полицейская экспертиза установила, что взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир. Однако, спустя почти три года, так и не установив, кто несет ответственность за взрыв, полиция дело закрыла. После этого часть жильцов изъявили желание восстановить дом, но этому помешала незаинтересованность Рижской думы. На втором этаже еще есть несколько квартир. Две. Книжки. Учебник по геометрии. Латышские скороговорки и пословица. История латышского народа. Много всего. Мебель, кстати, весьма... Детская игрушка. А я думаю, ногой наступила и она звук издает. Удивительно, как батарейка не села. Ух ты! А здесь прям была квартира. И с неплохим ремонтом. Дети жили. Игрушек много. Камин, похоже, был. Прямо в квартире. Гардероб, наверное. Их кухня, что ли? Ну да. Жуткое место. Скажу я вам. Календарь. Декабрь 2020 года. Как раз месяц и день, когда случилась эта вот беда. Лестница. Сейчас попробую. Аккуратно. Можно пробраться на третий этаж. Вдумайтесь, насколько был мощный взрыв. Вдумайтесь, что он начисто снес целых два этажа. Квартира на третьем этаже. Квартира на третьем этаже. Почему говорят про взрыв газового котла? Я так понимаю, что отопление-то здесь было пищное. На дровах. Здесь совсем маленькая квартира. Размером с комнату. Тут я был. А вот здесь ванная основа. банки от строительных материалов. Похоже. Здесь, наверное, незадолго до взрыва начали делать ремонт. Да уж. Жалко очень людей, у которых это случилось. Что ж, надеюсь, им дали другое жилье. Но еще и в канун Нового года. Жуть. Снова припасы чьи-то. Много припасов было. Может, какая-нибудь бабушка здесь жила, делала варенье. Закатывала огурчики на зиму. Вот я и снова на первом этаже. Замороженные электрические счетчики. Заметил вот такой газовый баллон. Переносной. Если жители дома пользовались такими баллонами. Может, один из них и взорвался. Он, конечно, с виду небольшой. Но бабахнуть мог только так, я думаю. А, здесь я уже был. Камин. Ой. Здесь вообще жесть. Крыши нету. Всего здесь было 11 квартир. Получается. А, ну вот. Стоит плита. И переносной газовый баллон. 43 килограмма. Из них 21 килограмм газа. Неужели такой баллон может уничтожить весь дом? Это просто жесть. Пропустил посуду. Желтые цветы. Рижская. Вот здесь, похоже, был целый сервиз. Сахар. Ну да. Сахарница. Чайничек. Или молочник. Точно уж не знаю. А здесь вот жил, похоже, автолюбитель. Крыло от автомобиля. Опа. Ящик. С пленками даже. Реле времени изохрон для фотопечати. А во второй комнате я заметил приборную панель от машины. Фух, ладно. Пойду на выход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гулял я по центру города и нашел вот такой старинный дом. Здесь сейчас ведутся строительные работы. Но я попробую заглянуть внутрь дома. В таких домах может быть действительно много интересного. Открыто. Но здесь датчик висит. Похоже не работает. Как-то пустовато. Один из датчиков сработал. Я в центре города. Я не знаю, как далеко охрана. Сейчас попробую найти какой-нибудь подвал. И спрятаться в нем. Посмотреть, приедет ли кто-то. Гермодверь. Как в бункере. Весьма странно. Хотя это самый обычный подвал. Опа. Свет есть. Еще одна гермодверь. Сделана эта дверь в Германии. Обычный подвал. Интересно. И тут свет есть. Только вот что это за яма. Странная. Как будто кто-то что-то искал. И вырыл вот такую кучу грунта. Еще одна яма. Интересно, что тут еще одна гермодверь. А проход дальше зачем-то замурован. Вопросов больше, чем ответов. В такую яму упасть можно переломать ноги. Так. Это очень похоже на человеческие кости. Жуть. А вот это уже просто камни. Еще кость. Но у животных кости же гораздо меньше. И это тоже какие-то кости. Обломки костей. Жесть. Это все кости. Такого я конечно вообще не ожидал здесь увидеть. Неужели из этих ям выкапывали трупы. Большие кости и части скелета возможно забрали. Маленькие. А вот маленькие. И тут еще кости. Жесть конечно. В общем ладно. Буду я выбираться отсюда. какое-то. Какое-то. Жуткое место. Жуткое место. Мда. Вот это подвальчик конечно. Здесь похоже еще одна яма. Причем это глубже остальных. Так. Там что-то лежит. Кость. Что ли не пойму. Офигеть. Яма выше моего роста. С ума сойти. Это похоже на череп. Но не человеческий. Не знаю. Может собачий. Просто жесть. Фух блин. Еле выбрался отсюда. В общем. Я не знаю что здесь произошло. Но смотря на вот этот подвал. Ямы. И похоже человеческие останки. Мысль в голове только одна. Очень давно. Здесь кого-то похоронили. А может даже и убили. И закопали тело. Потом. Спустя время. Пришли копатели. Пробили вот эти ямы. Достали. Все что осталось от тел. И ушли. Оставив лишь. Маленькие косточки. Мда уж. Не лезь. И надпись. С черепами. Костями. А надпись то. Не соврала. Меня переполняют эмоции. Этот старинный дом. Датчики. Подвал. С костями. Ямами. Еще какая-то сирена. Ладно. Буду выбираться. Надеюсь. Охрана не приехала. Ага. Заха почетово. Оахар Охрана не華esisка. Продолжение следует...